Добрый вечер Гомель в прямом эфире на Беларусь 4 передачи для тех кто выбирает хорошее настроение В это воскресенье весь православный мир будет отмечать большой праздник, великий день. В народе мы называем этот день Пасхой. Неотъемлемым атрибутом праздника являются куличи и пасхальные яйца. Обязательно чистый дом и только добрые мысли. Дорогие друзья, вот нам очень интересно как же в вашем доме готовиться к великому дню. Звоните в студию 34 22 43, пишите в вайбере. Сегодня мы расскажем какие традиции соблюдали накануне праздника наши предки, какие обычаи сохранились в современных семьях. Научимся делать пасхальное дерево и крашенки по-чечерски и обязательно узнаем старинный рецепт настоящего пасхального кулича. Ну а пока поговорим о важности традиций с психологом Людмилой Тутыниной. Людмила, добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Вот знаешь, в канун такого праздника очень рада тебя видеть тоже в нашей студии. Смотри, что к празднику ты уже подготовилась, подошла очень серьезно. Эти крашенки, я так понимаю, сделала сама. Наташ, ну скажем так, сделала сама. На самом деле в магазинах сейчас очень много всевозможных приспособлений для ручного труда. Поэтому мы с внуком собрались и сделали вот такие вот красивые яйца. По-моему, очень же неплохо. По-моему, тоже. По крайней мере, это такой традиционный способ украшать яйца сегодня в наших белорусских семьях. Ну вообще, вот если раньше покраской, украшением пасхальных яиц занималась хозяйка дома, да, то сегодня вот все чаще к этой традиции привлекают детей. Ты делала это сама или все-таки с внуком? Я его специально подождала со школы, чтобы он видел, как это делается. Мне кажется, это хорошая традиция. Здесь хорошая традиция. Ведь сначала яйцо покрашено чем? Шелухой, луковой. Так, как это делали раньше. А потом уже вот мы заворачивали, как внук сказал, фантик. Вот. У нас очень много таких вот разных традиций в нашем обществе. А что такое вообще семейные традиции и какие они вообще бывают сегодня? Семейные традиции, Наташ, это то, что мы делаем с удовольствием, с радостью, с огромным ожиданием праздника или какого-то события. Традиция, это вот во все времена, да, все праздники были приурочены к каким-то бытовым событиям. Ну, например, окончились полевые работы. Праздник. В армию кто-то пошел? Праздник. Кто-то родился? Праздник. Кресят ребенка? Праздник. Замуж выходят или женятся? Снова праздник. То есть это какие-то бытовые события. И не было пустых праздников, надуманных праздников. Мне казалось, что семейной традицией может еще быть, например, совместный отдых, там, поход в парк, в кино. Но на сегодняшний день, конечно же, то, что объединяет людей, это поездка на море, это поход к родственникам, поездка в деревню к бабушке. Но Пасха все-таки один из самых светлых, таких, любимых в народе праздников, которые отмечают в каждой почти семье. Но, знаешь, вот есть семьи, где все-таки Велик День, он ограничивается только куличами и только застольем. Вот при этом не все, наверное, знают даже происхождение, историю происхождения этого праздника, традиции этого дня. Вот что ты вообще посоветуешь таким семьям? Наташа, но очень жалко, да, что люди, празднувая этот праздник, в общем-то, забывают о самом главном. А что было самое главное? Жил-был учитель, великий учитель, да, который проповедовал людям, что? Доброту, любовь, да. И этот учитель был не принят, да, огромным количеством людей, и его, как мы знаем, да, убили. Но что было самым главным событием, каким важным был момент, момент того, что после того, как человека-то не стало, да, произошло воскресение. Вот смотри, когда мы приходим в церковь, все кричат, Христос воскрес, да, или проговаривает батюшка, все говорят, воистину воскрес. Здесь какая важная идея-то. Он же не просто воскрес, отдал, скажем так, информацию по нынешним временам, да, рассказал о том, что жизнь не заканчивается, ребята, на этом моменте. Жизнь-то бесконечна. А люди, которые празднуют Пасху просто так, пришли, там, ну, что-то на стол поставили, и не размышляя вот об этом важном моменте, что жизнь-то вечная, вот это самая главная идея. Теряется что-то, да? Что-то очень важное теряется, и выхолощивается праздник. Почему? Если жизнь вечна, и ничего не заканчивается с твоей смертью, ага, так, значит, нужно себя как-то менять и готовиться к чему? К жизни вечной. Правильно? Вот так вот, да, Людмила Купилина рассказала нам об этом празднике. Ну, на самом деле, дорогие друзья, сегодня впереди будет еще много историй, много традиций, поэтому оставайтесь, пожалуйста, с нами. Ну, и, конечно же, традиционно в нашей программе конкурс. Сегодня приз предоставляет Гомельская областная филармония. Это пригласительный билет на две персоны на пасхальный концерт «Хоровые вечера» Елены Соколовой, заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь. Концерт этот состоится в Гомеле 19 апреля в ДК железнодорожников. Ну, и получит этот пригласительный билет тот из вас, дорогие друзья, кто позвонит по телефону 34-22-43, вот прямо сейчас на прямой эфир, и ответит на очень простой вопрос, сколько дней продолжается праздник Пасхи. 34-22-43, мы ждем ваши телефонные звонки. Кстати, вот когда речь идет о семейных традициях, стоит вспомнить, что у наших предков, особенно в деревнях, все-таки объединяла песня. Согласись, одна из самых замечательных семейных традиций. Мы так редко сегодня поем, даже на праздниках, даже когда застолье устраиваем. Не говоря уже о том, что танцуем тоже редко. Ну, вы знаете, я хочу, дорогие друзья, прямо сейчас пригласить в эту студию удивительный музыкальный проект, чьи песни возвращают нас к истокам. Встречайте, пожалуйста, на «Беларусь-4» Егорова гора. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Сейчас наши отношения развивались как раз в это время между парнями и девушками больше! Потому что плюс весна еще! Да, конечно! Все в природе возрождается, все оживает! И вот такое время, и именно когда заканчивался пост, начинались гуляния уже, когда молодежь могла выйти на улицу и гулять! А хоровод? Расскажите про хоровод! Я знаю, что вы точно знаете вот эту традицию, почему, что она обозначала, и почему наши предки водили хороводы. Почему мы сегодня это не делаем? Это магия. Традиционная культура, она искусство очень синкретично. Всё связано. Связано звук, связано движение. Вот то, что в хороводе. И поёшь, и идёшь. И при этом звук, он своё создаёт поле, красоту, когда на открытом воздухе, и слышно было, на несколько километров звук мог разноситься. И хоровод, сами рисунки хороводов могли быть очень разными. И по кругу, и змейкой, и всякими фигурами, там, крвытонок, традиционное название. Это как, может быть, сигнал для солнца, для неба, что делать, вот какие движения. Такая вот общался человек с природой. То есть хоровод он даже мог о чём-то просить, я так понимаю. Ну так, да? Ну как интереснее. Могу добавить даже, кстати, Екатерина правильно сказала, это магия, потому что был я на поховании стрелы, есть у нас на Гомельщине такой древнейший обряд, похороны стрелы называется. Вот это, ну, издревле это жертва Перуну. Для того, чтобы отвезти гром, грозу от домов, делая жертва, закапывалась на поле житном. Но это вам только в одном районе на Гомельщине? Да нет, нет. А наезде проходит? Нет, Неглюбка, Перелёвка, деревня там, где он был непосредственно. Гомельский район, Чечерский район. Да, да, есть. И живой ещё этот обряд. Так вот, я как раз с камерой был, и когда, значит, с улиц сходится шествие на центральном, и делается большой хоровод. И во время вот этого большого хоровода вдруг темно стало. И меня прямо вот что-то такое внутреннее толкнуло поднять камеру. Я поднимаю камеру, смотрю на небо, ясный день, и прямо над хороводом чёрная туча. Это просто у меня волосы прям зашевелились, я уже рассказываю это много раз. Но это действительно для меня было событие, что в этом сила, это не просто какое-то действие там, какое-то традиционное там просто. Дождь нужен для того, чтобы жила природа, росло всё. Вот на что способен хоровод. Дорогие друзья, это вот возвращаясь к традициям, да, они могут быть семейные, могут быть народные, но, в принципе, действительно, наши предки не зря подобные обряды совершали именно в эти дни. 34-22-43, телефон прямого эфира мне подсказывает, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте, Наталья, гостью в студии. Здравствуйте, это Герасим. Здравствуйте, я Горова Горас. Меня зовут Герасим. Здравствуйте, Герасим. Поздравляю всех с праздником, выступающим в Дню Пасхи. Желаю всем здоровья, радостью в сердце и покоя в душе. Спасибо. Я хочу подарить тебе творение. Пасха Гомели. В одежду новую одет, ударил колокол звонать, и звон малиновый, как свет, пронзил серебряную даль. Христос воскрес, Христос воскрес. Мы говорим друг другу снова, и Бог нам шлёт любовь небес. Жила счастья всем земного. За нас он умер и воскрес, он сотворил сегодня чудо. Сеять солнышко с небес, и на столах мясные блюда. На белой скатерти свеча, открыт в честь праздника, как гор, и ароматом вкусным кулича пропитан мамин светлый двор. Народ, нарядный, православный, играет красенкой гурьбой. Над сожем Пасха, праздник главный, со святом. Гомель мой родной, живи, на радость нам и процветай. Лети, как бустик до небес, Бог любит наш Полесский край. Христос воскрес, Христос воскрес. Удачи! Герасим, спасибо большое. Замечательно, замечательное такое праздничное пожелание. Спасибо вам большое. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир, и хотелось бы обратить внимание, конечно же, на костюмы, на инструменты. Вот очень много музыкальных инструментов, которыми вы пользуетесь. Раз, два, три, четыре, пять только я насчитала в нашей студии. Это... Это малая часть того, что... Это очень малая часть. Хорошо, а сколько исчисляется? С 50, 70, 100, 200? Ну, не подсчитано, но где-то полсотни есть, наверное. В общем, можно так сказать, что белорусские традиционные все инструменты. Ну ведь это были гусли, я все верно угадала? Это гусли, да. Это гусли. Вот я бы хотела, чтобы сейчас вот ребят показали, наши операторы гусли. Дело в том, что вопрос нашего конкурса будет связан именно с этим инструментом. Дорогие друзья, вот кто хочет получить диск группы Егорова гора 342243, звоните прямо сейчас в студии и ответьте на очень простой вопрос. Просто назовите имя блинного персонажа, который играл и пел на таком инструменте, на гуслях. Мне кажется, вопрос очень легкий. Даже ребят зовут, заулыбали, да? Люд, ты знаешь ответ? Так не говори. Знаешь. Ну что ж, еще раз. Имя блинного персонажа, который играл и пел на гуслях. Вы не поверите. Три человека. Вот я бежала когда в студию перед эфиром, я задала им этот вопрос. Молодые люди мне не смогли на него ответить. Молодые, возможно, да. Да, 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 да. Поэтому 342243 ждем ваши варианты ответа и продолжаем разговор. Вот музыкальные инструменты, ваши костюмы, да, это же все сделано собственными руками? Или у меня неправильная информация? Нет. Не только собственные. Мы приобретаем в деревнях у бабушек. Я думаю, вот вы сами вышиваете по каким-то определенным... Просите друзей сделать. Просите друзей. Просите друзей. Реконструкцию, да. Не все можно приобрести уже, потому что, ну, многие годы уже не делается. Вот. Поэтому приходится то, что есть, а то, что не достает, мы просим. Мастера есть сегодня, которые, ну, реконструкцию создают. Ну, и то, что можно приобрести, допустим, найти в деревнях, оно все-таки уже к нему так относишься, как к очень большой драгоценности, потому что там, ну, по сто лет бывает этим вещам. Уже то, что сделано сейчас, ну, уже как-то можно смелее носить. Ну, я думаю, для наших зрителей, которые, может быть, только что включили телевизор, надо рассказать. Людмила, наверное, тоже не знает о том, что вот ребята из Егоровой горы, они, если я правильно все понимаю, ездят по деревням. Это так называется экспедиция такая, да? И собираете песни, традиции, музыкальные инструменты. Я забыла... Инструменты, к сожалению, уже не сохранились. Ну, вы же как-то их делаете. Это у мастеров. У мастеров. У мастеров, с ними общаетесь, да? Да. Как, кстати... То есть делают реконструкцию, ну, вот есть вот гусли, это Олесь Чумаков, Старый Ольса, группа известная наша белорусская. Вот он хороший мастер-гусляр. Сам гусляр... Неужели сегодня есть такие мастера-гусляры? Хорошие гусли, да. И это вот традиционное крыловидное называется гусли. И, в общем-то, это самый такой древний, в общем-то, можно сказать, вид этого инструмента. Потому что сегодня есть более... Они более громкие такие цимбалоподобные гусли. Вот. А мне именно дорого то, что вот это вот, ну, древняя реконструкция древнего инструмента. О, кстати, у меня подкасты есть телефонный звонок. И мы надеемся, нам сейчас назовут человека, персонажа, имя его, да, который играл и пел в наших вот русских блинах на гуслях. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Это вас беспокоит и агрогородок Кармадовский район. Очень приятно. Я Елена. Хочу ответить вам на вопрос. Это Садко. Садко, ну, конечно же. В Карме точно знают. Спасибо вам большое. У вас есть возможность поздравить всех с наступающим праздником. Особенно своих детей, которые живут в городе Гомеле. Это Никитенко Вадим, Татьяна и мой внук Женя. Спасибо. Эти аплодисменты для вас. И, конечно же, вот этот диск группы Егорова гора тоже ваш. Свяжитесь с нашим редактором и решите, как в корму передать или из кормы приехать сюда забрать. В общем, мы вас поздравляем. Эти аплодисменты для вас. Вы знаете, есть, дорогие друзья, у нас сообщение о Вайбере. Вот как люди наши готовятся, наш народ готовится встречать большой праздник. Вот Катерина уже сделала творожную пасху, крашенки в луковой шелухе, запекла мясо и смотрит нашу программу, написала. Спасибо большое, Катерина. Смотрите дальше, узнаете много чего интересного. Вот эти аплодисменты для вас. Егорова гора это нечто, нечто, да, нечто, так и написано. Да, столько в них народного белорусского, столько информации и музыки супер. В общем, Роман от вас в восторге. А сколько инструментов уже освоили и за какое время, спрашивает Игорь? Ну, освоили, наверное, мы уже все инструменты, правда, в разной мере еще пока. Ну, что значит, вы имеете в виду белорусские? Белорусские. Нет, ну, мы осваиваем, вот приобрели уже два синтезатора, осваиваем тоже. То есть, соединяем, как бы, аутентику с современными средствами. Есть, вот, Алина задает вопрос. Слышала, что музыканты из коллектива Егорова гора выступают много за рубежом. Как принимают в других странах белорусские песни? Отлично. Самое большое удивление было для нас это в Польше. Рест-клуб, современный достаточно, в общем-то. В здании старинного монастыря. Да, кстати, здание 15-й век, по-моему, да. И там проходил концерт. Да, там проходил концерт. Мы специально подготовили две части. Одну часть сделали ближе к аутентике, а вторую часть решили сделать развлекательной. Все-таки клуб, ну, подготовили несколько там танцевальных. Какие-то сочетания, я удивляюсь. Да. Какая идея, да? Вот. И когда вторая часть началась уже более подвижно, просто, ну, когда мы увидели, что с ресторана люди с тарелками стали в зал, их зал просто битком, есть видео даже на ютубе. Тогда реально завели толпу. Любое движение люди повторяют. И нам пришлось, то есть я не думаю, что какая-то группа может похвастаться, то есть мы на бис пили 30 минут, еще полчаса. А вы знаете, у вас есть такая же возможность, так, аккуратненько завести сегодня наших зрителей, показать, на что вы способны, как вы это все сочетаете, что это будет, вот, что это за песня, которую вы сейчас исполните. Ну, это такая интересная песня, она такая необычная, захотелось сделать что-то такое, ну, сегодня же рэп так популярен среди молодежи. Дорогие друзья, вот только, пожалуйста, не волнуйтесь, это специальный эксперимент, да, Егорова Горайтин отличается. Вот, тем более в этой песне, то есть я делаю такие интересные вещи, я несколько, две-три песни объединяю в одну композицию, вот, вот так и с этой песней получилось. Ну, давайте послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дорогие друзья, на Говоры 4 продолжаем готовиться к Пасхе. Принимаем поздравления и ваша история о пасхальных традициях по телефону 34-22-43. Пишите также в Вайбере. Ну, вот только что мы прослушали, я бы назвала это экспериментальная такая, да, музыка в исполнении Егоровой горы. Вот хочу спросить, как Людмиле вообще? Вам понравилось? Отлично, но я хочу спросить, что это за музыкальный инструмент? Барабан, не барабан, похоже на тыкву. Ну, там мы его называем тыквочкой, да? Да, это табло, но это такое более индийское традиции. А вы можете на ней поиграть? Или только вы попробуете? Научите Людмилу, попробуйте его. А я когда-то пробовала играть на... Ну, вообще играется здесь два тона, поэтому играется... Очень легко, главное ритмично. Можно по ногу, да? О, пионерский марш прямо у нас в гостях. Спасибо большое. Ну, ребят, пока развлекаются наши психологи-музыканты... Ну, кстати, рука хорошая, звуки извлекаются. Отлично. Спасибо, спасибо большое. Ну, вот я говорю, пока развлекаются наши гости, я хочу пригласить еще одного участника сегодняшнего эфира. Это Наталья Лукомская, директор Залезского киноконцертного центра, на базе которого несколько лет назад был создан музей пасхального яйца. Гости из Чечерского района у нас в гостях. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер. Проходите, пожалуйста. Мы, вы знаете, ждем вас с огромным нетерпением, потому что вся вот эта красота, вот эти все пасхальные украшения, дорогие друзья, это все приехало к нам оттуда, из Залезья. Из Залезья, да. Из Залезья. Ну что ж, вы большой специалист в крашенках, поэтому наши зрители уже замерли, да, перед телевизором. Расскажите, как правильно подготовить это, ну, я бы сказала, блюдо к празднику и каким традициям здесь обязательно надо следовать. Хочу немножко сказать о том, что более двух тысяч лет уже красили яйца. И, конечно же, немножко осталось от той традиции до сегодняшних времен. Но брали, обязательно красила женщина, брали в аду нетронутую, огонь не братый. Так. Дело в том, что в аду брала женщина ночью, 12 часов ночи. И шла к семи креницам и брала в аду, нетронутую людьми. Огонь добывал хозяин. Ну, понятно, опять где-то как-то его добывал. Красила только женщина. У нее был новый рушничок, новая посуда, новые собранные и сделанные отвары трав для крашения. И красила только женщина. В наше время сохранилось то, что очень часто красит, конечно, женщина. Привлекая к этому детей, но красит женщина. Давайте спросим единственного мужчины в нашей студии. Вы когда-нибудь занимались этим, крашенками, Егор? Ну, может, один раз когда-то. Ну, помогал, скорее всего. Ну, сразу видно, что это женское. Скорее всего, помогал. Чисто женское таинство. Да, да, да. Вот женщина с этим прекрасно справляется. Действительно, тайна женская, потому что мудрость женщины вносится в это крашение яиц. Ну, и там какие-то свои секреты. Подождите, вот вы сейчас рассказали про семь источников. Наши зрители, наверное, стали прикидывать, куда бежать. А можно как-то в наше время, да, вот как-то немножко упростить этот? Криничек очень много. Я думаю, меня поддержит, что краничек очень много на земле. Это же земля, она живая, она всегда живет. А вы знаете, я вот хочу... Наталья, я вот хочу вас перебить и у Ирины спросить. Просто Ирина у нас великий, большой, действительно, очень специалист в фольклоре, да, этнографии. Вот, Ирина, я где-то слышала такую историю. Откуда вообще появилась такая традиция красить яйца в луковой шелухе, что якобы во время поста куры-то все равно неслись, да, а пост идет. И эти яйца таким образом хранили. Хозяйки якобы их вот красили в луковой шелухе, и они долго-долго до Пасхи могли лежать. Такого не слышали. Не слышали. Дорогие друзья, это просто я случайно где-то узнала. Говорят, что яйца, которые собраны непосредственно перед праздником, не красятся в шелуху. Серьезно? Да, красят яйца те, которые собрали предварительно. То есть за несколько дней до... На кануне, на кануне, да. А, вот, может быть, с этим так вот скорее всего и связана эта история. Ну что же, Наталья, а теперь о крашенках, пожалуйста. Как правильно готовить их? Вот сейчас в современном мире больше красят, естественно, красивые, яркие цвета и так далее. Но хочется придерживаться традиции. Вот такие вот, видите, листочки-крашенки. Это уже в луковой шелухе. Это даже в луковой шелухе, я бы сказала... Вот так рисовали очень давно. То есть брали, прилаживали листочки. Здесь вот она, петрушечка, прилаживали, обматывали вот таким вот. Так, теперь не торопитесь, расскажите эту технологию нашим зрителям. Покажите мне, я завтра буду этим заниматься. Хорошо, тогда я вам помедленнее покажу, насколько это возможно. Берем белое куриное яйцо, помоем его, естественно. Прилаживаем любой листочек, любую растительность. Клубничка, травка какая-то. Конечно, будет держаться. Есть один секрет. Нет, есть один секрет. Берете капрон, прилаживаете хорошенечко. Вот так вот обтягиваете. Не волнуйтесь, с яйцом ничего не случится. Я недавно услышала, что даже несколько яиц может выдержать машину. Если правильно поставить. То есть у них свойства очень... А, вот обратите внимание, почему так делают, дорогие друзья. Да, и сзади узорчик. То есть получается, вот здесь у нас идет петрушечка, а сзади получается вот такой вот узорчик. Здесь завязываем. Все просто, все понятно. И кладем на колготок, взять длинный гольф. Да, кстати, закрутить, да, вот тебе, пожалуйста. Можно даже так, как бы. Естественно, только женщина может этим заниматься. Я не представляю, как Егор будет в женской колготке завязывать. Мне кажется, это достойно аплодисментов, дорогие друзья. Ну, чем только современные женщины не занимаются. Вот мы положили его, сварили. Варили как и раньше, так и сейчас от 12 минут до 2 часов. От этого и разный цвет. Видите, темнее, светлее, естественно. Потом берем, вы можете, вы даже вот разрежете и посмотрите, что ж у нас там получилось. А, это вы уже как бы сварили. Сварили, да, и у нас здесь получился вот и узор. Разворачивайте. Так. А, вот и узор. Его надо снять? Да, это просто снимается сейчас, потому что немножко может подсыпать. А, ну, в принципе, водой, да? Оттирать водичкой, либо вот салфеточкой. Она очень красивая. Так. А, можно салфеточкой. Вот, дорогие друзья. Хорошая крашенка, которая рецепт. Я уже почти сделала крашенку. Рецепт этому тысячу лет, это точно. Ну, только там была не петрушка, а травичка различная была. И не капроновые колготки. И не капроновые колготки. И не капроновые, а была просто ткань. Вот для чего придумали женщины капроновые колготки, оказывается. Ну, что ж, да. Это для облегчения крашения яиц. Спасибо большое, Наталья. Очень, очень здоровский совет. И очень, очень, как бы так, неожиданный, я бы сказала, да. Но я знаю, что сегодня очень многие любят украшать жилище какими-то там пасхальной такой атрибутикой. Не знаю, как это было у наших предков, да. Вот, наверное, рушники это было самое главное, скорее всего. Но у нас сегодня очень модные, популярные, всякие-всякие интересные штучки. Что вы можете предложить, чем вот популярен сегодня праздник? Всё равно хочу придержаться к традиции тех времён. Обязательно должно быть в доме светло, чисто, то есть светлые тона. До сих пор дожила вот эта тема светлых тонов. Там белая печка, белый потолок, всё светлое. Чёрные, там, очень тёмные. Ну, конечно, не признавалось. Побеленная хата, говорили. Да. Да. Вымытые полы. Ну и сейчас, конечно же, хозяйки стараются. И окна помыть, чтобы свет уже попал в дом весенний, чтобы это было настроение обновиться там. Знаете, это, наверное, один из тех моментов в жизни, когда мы с удовольствием убираем, да, свою квартиру. Ну, вот смотрите, какая ситуация. На Новый год все почему-то хотят нарядить дом, да? А почему не нарядить его на Пасху? Это Новый год, это праздник, но Велик День, это больше праздник. Его нужно обязательно нарядить. И стол, и дом. Изначально хочется сказать, что должно быть красивое окно. На окне, ну, много сейчас фантазии фантазируют, различные делают, композиции ставят, шторы с яиц делают, с бумажных, с настоящих выдутых. Ну, окно должно быть наполнено зеленью. Садят зернышки, чтобы они проросли, либо нарциссики, чтобы они уже цвели к Великодню. Также украшают стол. Различные делают композиции и веночки, и подсвечнички, и под тарелочки ложат, да, зайчиков в салфетки слаживают. Очень много декора можно, ну, то есть фантазия безгранична. Но должно быть красиво. И когда заходишь в дом, и к тебе приходят гости, то должно быть всегда хорошее настроение от увиденного. А это надо как-то самим сделать, но не только самим, например, своих детей. А что вы можете предложить сегодня нашим зрителям? Я знаю, что вы приготовили какой-то сюрприз. Я приготовила сюрприз. Вот, например, очень сейчас модно в каждом доме на Велик день, чтобы было какое-то пасхальное дерево. Его делают либо с веточек вербы, либо с плодовых деревьев веточек. У нас, в нашем случае, у нас в Залесии есть дерево желаний. Яблоня посаженная 4 года назад. Да, это наша новая традиция. И смотрим, это оказывается и модно. И вот мы подготовили вот такое вот деревце. Это будет яблонька. Мы вместе с вами отдекорируем, доведем его до красоты. Это будет яблонька желания. Мы хотим в студии подарить. Это уже будет ваша новая традиция. Вы будете вешать каждый раз на Пасху яички. Сами их сделаете, повешаете, загадаете желания. Вот я хочу просить помощи. Все, кто... Пойдемте. У кого есть желание, загадайте. А вы нас поддержите. Итак, смысл в чем? Что должно быть какое-то дерево, любое украшенное, или просто ветка, да, с листьями. И нужно на него повесить яйцо. Сделать его красиво. И загадать желание. Да. Давайте загадаем желание нашей программе. Все-таки дерево будет наше. Доброго вечера, Гомель. Закрываем глаза и загадываем. Люда, не забудь о наших планах, когда будешь загадывать. И вы увидите, что после вот этих всех желаний дерево станет шикарное, красивое. Вы его будете лелеять, жалеть. Поливать не надо, но да. Поливать его не нужно. Но вешать на него яички нужно. Вы тоже можете. Я была самая первая, когда делала это дерево. Вернее, начинала его делать. Вот это мое будет желание у вас. Если бы оно еще росло. А зачем ему расти? Так будет прекрасно выглядеть. Прекрасная традиция, я считаю, да? Кстати, можно? А вы представляете, когда вот так вся семья, да, собирается возле какого-то дерева пасхального и загадывает желание. Мне кажется, это замечательно. Можно взять на вооружение. Спасибо огромное. Спасибо. Можно дальше всячески. Спасибо. Наталья, ну, расскажите нам, пожалуйста. А, подождите, мне подсказывают, что у нас есть сообщение. Люди просят еще раз напомнить рецепт, как же делать такие вот интересные пасхальные яйца с петрушкой. Я попрошу тогда, наверное, и продублировать этот рецепт нашего режиссера. Итак, вот такие яйца напомните нам, пожалуйста. Старинный рецепт. Крашенки по старинам. Белое яйцо. Берем листик. Живой, конечно, не сухой, не искусственный, а настоящий траву, лучок, петрушечку, можно с укропчиком, как хотите. Ложим на яйцо, берем капрончик, либо какую-то марлечку, обматываем, хорошенечко вот так вот затягиваем, завязываем. Оно уже красиво даже само по себе, еще не опустившись в шелуху. Шелуха должна постоять, настояться хотя бы час, а потом только в ней варить, тогда цвет будет более насыщенный. Варить от 12 минут. Ну, я бы минут 30 поварила, тогда будет цвет красивший. Хуже яйцо не будет, а красота останется. Все, спасибо. Надеюсь, уже все запомнили. Ну, а теперь хотелось бы все-таки, чтобы вы нам еще рассказали, как готовится на сегодняшний день в Белорусском Залесе. Я знаю, что у вас там полным ходом подготовка к самому главному вашему фестивалю, фестиваль пасхального яйца. Расскажите. Да, в этом году мы уже четвертый раз празднуем пасхальный фестиваль. Это наш региональный праздник. Он проходит в Чечевском районе, только в агрогородке Залесе. Конечно, там помогают нам в организации, в проведении весь район. Это образование, культура, организации различные. Ну, в общем, все структурные подразделения. Идет все полным ходом. Чем будете удивлять в этом году? Шикарный будет фестиваль, потому что мы уже как бы разослали рекламу очень много где, и нам с других областей уже к нам приедут в гости. А мы можем все приехать к вам? Конечно, конечно. Агрогородок большой. Приглашайте, у вас есть такая возможность. Так что 14 числа в 12.00 в агрогородке Залесье приглашаем вас встретить с нами, как говорится, Велик День. Вернее, продлить празднование Велик Дня на пасхальном фестивале. Так что всех ждем. Будет очень интересно. Спасибо. Наталья, ну, вы знаете, у вас есть такая прекрасная возможность поздравить сегодня всех наших зрителей, всех своих друзей, знакомых, всех своих земляков с наступающим светлым праздником. Конечно, праздник – это праздник, как говорится, души, любви, мудрости, всего хорошего. Поэтому изначально хочу поздравить с наступающим праздником свою семью. Очень люблю свой коллектив творческий. Они такие все молодцы, и нам очень помогает библиотекарь наша Марина Петровна. Также вообще хочу поздравить не только отдел культуры, но и весь Чечерский район. У нас очень дружные, очень хорошие люди. И, конечно, мира добра всему миру. Спасибо. Ну, а мы заодно поздравляем всю ГОМС, и весь Чечной народ, как говорится, с наступающим праздником. Наталья, спасибо огромное, что приехали на нашу программу. Присаживайтесь, потому что впереди будет еще один сюрприз. Ну, а мы продолжаем, дорогие друзья, и ждем ваших звонков и сообщений. Вот мы только что говорили про пасхальные яйца. Вы знаете, нам очень интересно, во-первых, как вы готовитесь к светлому празднику, Христово Воскресенье, какие традиции существуют в вашей семье. Ну, и самое интересное, вопрос следующего конкурса. Вот как вы думаете, какое значение для наших предков имел обряд катания яиц? Звоните 34 22 43. Вот скоро в этой студии появится настоящий пасхальный кулич, приготовленный по старинному рецепту. И вот именно этот кулич достанется автору правильного ответа. 34 22 43. Какое значение для наших предков имел обряд катания пасхальных яиц? Ну, а мы увидимся в студии сразу после рекламы. Дорогие друзья, на Беларусь 4 прямой эфир, 34 22 43, телефон прямого эфира. И вы знаете, сегодня у нас такой какой-то вот душевный, такой предпраздничный вечер, очень такой добрый, теплый. Поэтому нам приятно будет услышать как бы и ваши добрые слова. 34 22 43. Есть возможность поздравить с наступающим праздником свою семью, своих родных, близких. Ну, и учитывая, что в эти дни все готовятся к этому главному православному празднику, Воскресенье Христово, и почти в каждом доме в эти дни уже, ну, просто пахнет куличами. Вот специально для тех, кто, может быть, не успел испечь свой идеальный кулич своими секретами. Вот прямо сейчас в нашей студии поделится Марина Андреевец, кондитер, мастер производственного обучения Гомельского кулинарного колледжа. Встречайте, пожалуйста. Марина, несите аккуратно. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, вот мы все так, знаете, вот правильно, аккуратненько. Потому что такой важный, бесценный практически игру снесли в нашу студию. Итак, это пасхальный кулич, который приготовили вы? Да, с моими учащимися. С вашими учащимися. Мы сейчас об этом поговорим и расскажете, конечно же, рецепт долгожданный. Но у нас был задан конкурс, был задан вопрос конкурса, вы, наверное, слышали за кадром, да? Я хочу еще раз напомнить для наших зрителей, какое значение для наших предков имел обряд катания пасхальных яиц. Дело в том, что этот замечательный пасхальный кулич достанется тому, кто правильно ответит на этот вопрос. Мне подсказывают, есть уже один желающий. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Алина. Алина, скажите, пожалуйста, знаете ли вы, какое значение имел раньше обряд катания пасхальных яиц? Да, знаю. Расскажите. Еще из древности даже, когда было, времена языческие, тоже красили в разные цвета яйца и выкладывали их на травку, на землю. Так, все это символ жизни. И, наверное, вот выкладывая, так или катая по земле, чтобы вот плодородная земля была, чтобы урожай был в Новом году. Наверное, вот, чтобы наделить землю плодородием. Спасибо вам большое. Эти аплодисменты для вас. Ну, у меня есть правильный ответ. Я думаю, если Наталья на него ответит, ну, скажите, правильно у нас прозвучал ответ? Конечно, правильно. Наделить землю плодородием. Все верно? Когда начинали посевную, обязательно нужно было выйти в поле и яйцом покачать, а также еще на уголок и закапывали яйца, чтобы был богатый урожай. В это верили, ну, потому что это все-таки традиция. Они исполнялись. Это как у нас желание, так и тогда, наверное, у них были как бы желания. Ну, любую традицию сюда можно опять вернуть. Спасибо, Алина, большое вам за этот телефонный звонок. Вы знаете, у вас есть возможность поздравить с праздником. Будем это делать сейчас в эфире? Да, конечно, хотел бы поздравить всех верующих людей, потому что все готовятся к празднику. Всем душевного спокойствия, гармонии, счастья. Чтобы всем у всех было хорошо. Спасибо, спасибо. Отлично. До свидания. Спасибо большое. Ну что ж, а я напоминаю, что у нас в гостях Марина Андреевец, автор вот этого замечательного пасхального кулича, который отправляется к Алине. Алина, вы можете прямо сейчас заехать его забрать или завтра это сделать, чтобы уже у вас вот на праздничном столе была такая красота. Ну, дорогие друзья, а для тех, кто не успел дозвониться в студию и ответить правильно на этот вопрос, внимательно смотрите дальше нашу программу. Сейчас все тайные рецепты будут раскрыты. Ну что ж, расскажите нам, Марина, пожалуйста, как приготовить вот в домашних условиях такую красоту. Для такого кулича нужно замесить дрожжевое, очень сдобное тесто. Я сразу хочу вас переявить, а кулич делается только из дрожжевого теста? Только из дрожжевого теста. Так, хорошо, дальше. Какие продукты для этого нужны? Расскажите нам рецепт. Соль, сахар, сливочное масло, яйца. Так, давайте еще раз повторим, а наш режиссер покажет, чтобы зрители наши успели записать. Итак, какие продукты нужны и в каком количестве для такого кулича? Масло 300 грамм, сахар 300 грамм, изюм 300 грамм, яйца 6 штук, мука 1 килограмм, молоко 1 стакан, дрожжи 50 грамм и ванили. И коротко технология, ведь это же называется, по-моему, старинный, да? Да, старинный, это рецепт из монастыря. Для этого кулича нужно замесить опару для начала. Когда опара подойдет, мы замешиваем тесто и оставляем в теплом месте на брожение на часа 2-2,5. При этом нужно сделать 2 обминки, и при последней обминке мы вводим изюм. И все, потом формуем куличи. Формуем куличи, казалось бы, так просто. А сколько вот таких вот куличей получается из такого состава продуктов? Ну, вот таких вот 6 штук. Если мы сделаем немножко... Килограмма муки, 6 штук, вот такие вот? Да, если... Ну, все зависит от веса кулича. Если их кулич больше значится, выйдет их меньше штук. Если мы сделаем маленькие куличи, их больше выйдет. Ну, вот у вас наверняка есть какой-то свой золотой такой секрет выпечки куличей, который может пригодиться нашим хозяйкам. Я думаю, что у каждой хозяйки есть такой же секрет, как и у меня. Просто нужно вложить в душу то, что готовишь. Ну, мне кажется, это достойно ответ. Спасибо. Марин, ну, наверняка вы своим студентам рассказываете, откуда вообще появилась традиция печь куличи. Вот поведайте нам эту историю, почему на Пасху принято печь вот такие ароматные пироги и булки. Согласно преданию, Иисус Христос и его ученики ели постный хлеб. А после чудесного воскрешения ученики стали есть хлеб дрожжевой, квасной он тогда назывался. Вот после этого и появилась такая традиция замешивать сдобное тесто для приготовления куличей. Спасибо большое. Я вот хочу обратиться к Егоровой горе. Наверняка у вас есть тоже свой какой-то такой пасхальный рецепт, которым можно поделиться с нашими зрителями. Я готовлю творожную Пасху. Я думаю, что это вполне традиционное блюдо для всех на Пасху. Ну, для этого нам понадобятся желтки, яиц, мы добавляем в желтки сахар, растираем до бела, то есть именно растереть. Сейчас популярно взбивать миксером, но лучше растереть до бела. Ввести туда сливки, подогреть до растворения сахара, но не кипятить, потому что если мы закипятим, то желтки потеряют свои свойства. Протереть через сито творог, чтобы он был более такой взбитый, рыхлый. Добавляем сливочное масло в эту теплую массу вместе с творогом. Горячей водой разводим ванилин. То также добавляем, предварительно очищаем миндаль, ошпариваем его, очищаем кожуру, мелко нарезаем, промываем, просушиваем изюм. Также добавляем, все это хорошенечко перемешиваем, выкладываем в форму на дуршлаг. Так, желательно, потому что сыворотка должна сойти, для этого желательно ее положить под пресс, то есть чтобы немножко придавить на 6-8 примерно часов на ночь, обычно в холодильник. Это, в принципе, надо завтра успеть сделать или сегодня, да? Лучше сегодня, да, в холодильник, и все будет готово, как бы к отру. Откуда вы знаете такой рецепт? Ну вот когда-то где-то подсмотрели, подсчитали, откуда-то услышали. И каждый год делаете? Каждый год. Ну, спасибо вам большое. Марина, скажите, а где вы научились печь вот такие куличи? У бабушки или все-таки в кулинарном? Нет, первым моим учителем была моя мама. Она меня и научила печь не только куличи, а пирожные, торты. То есть, наверное, поэтому выбрали такую профессию, да? Ну, наверное, мне с детства нравилось это. Ну, вы знаете, всех наших зрителей интересует, чем украшен этот кулич, потому что мы привыкли вот к этим вот белоснежным шапкам, но у вас совершенно чудесные белоснежные голуби, цветы, очень нежное сочетание. Вот как психолог скажет, Людмила, вот как тебе такое сочетание на праздничном куличе в светлых тонах? Очень красиво. А голубь-то это есть символ духа, символ духа. Поэтому этот кулич как напоминание о празднике. Мы же говорили о том, что это праздник-то духовный, возрождение духа. Поэтому голуби здесь очень уместны. Очень уместны. Но из чего они сделаны? Вот в чем вопрос. Все сделано из мастики. А, вот они, современные как бы технологии кондитерского отдела. Ну что ж, у вас есть прекрасная возможность, Марина, пожелать нашим зрителям накануне светлого праздника. Пожалуйста, что желаете вот здесь вот? Можно об этом прямо сейчас сказать. Но самое главное это здоровье, мира, тепла и добра в каждом доме. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, вот такой вкусный, пышный, ароматный пасхальный кулич выиграла наша телезрительница Алина. Но такое угощение может также занять почетное место и на вашем праздничном столе. Ну да и в гости с таким лакомством все-таки идти не стыдно. Так что еще раз записывайте рецепт праздничного кулича по старинному рецепту. Повторим его еще раз в нашей программе. Ну а я пока прочитаю несколько сообщений в Айбере. Поздравления. Вот семья Зыкиных поздравляет всех с наступающей Пасхой. Очень любят в этой семье этот праздник. Собирается вся семья. Приезжают родственники. Очень настроение у Зыкиных прекрасное. Спасибо. Мы вас тоже поздравляем. Марта поздравляет с наступающим праздником. И сообщает, что к этому празднику она запекает рулет мясной. И вот собирается завтра заняться куличами. Ну что ж, Дмитрий, с наступающей Пасхой. Желаю всем добра, мира и светлого воскресенья. Вы знаете, вот хотелось бы, дорогие друзья, поздравить и вас тоже с наступающим праздником. Эти аплодисменты от доброго вечера для всех наших зрителей. Этот добрый вечер заканчивается. Вот наша программа, она присоединяется к этим многочисленным поздравлениям. И, конечно же, хочется закончить этот добрый вечер весенней песней в исполнении Егоровой горы. Дорогие друзья, слушаем. Я с вами прощаюсь. Хороших выходных, чудесного праздника. Это был добрый вечер. Гомес, Наталья Волынец. И до новых встреч в прямом эфире. Гомес, Наталья Волынец. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают